А в Израиле, впрочем, как и в других демократических странах, не боятся расследовать и судить за хищение крупных государственных чиновников. Буквально на днях пришлось обтравдываться премьеру Нитаньяху, которого подозревают во взятках и мошенничестве, под прицелом следователей и жена главы правительства, а сегодня по обвинению в коррупции перед судом предстала бывшая замминистра внутренних дел страны. Продолжит Сергей Ауслендер. Дело 242 расследуют уже больше года. Касается оно коррупции среди высших государственных чиновников. По делу проходят видные люди. Главный обвиняемый Фаина Киршенбаум, известная активистка партии «Наш дом. Израиль» и в прошлом заместитель министра внутренних дел. Среди фигурантов также, например, Стас Месежников, бывший министр туризма, бывший генеральный директор Министерства сельского хозяйства и многие другие. Киршенбаум вменяют вину, что она, будучи заместителем министра, переводила деньги из министерского фонда различным общественным организациям в обмен на всякие услуги. Ей оплачивали полеты за границу, дарили разные подарки и в том числе передавали деньги наличными. Остальные обвиняемые проходят примерно по тем же статьям. Взятки, препятствования следствию, угрозы и обман доверия. Сейчас подано обвинительное заключение в суд. У обвиняемых есть минимум 30 дней для того, чтобы дать ответ на обвинительное заключение. Скорее всего, он будет даваться еще дольше. Нужно понимать, что в Израиле более 90, наверное, процентов уголовных дел заканчиваются внесудебными сделками в какой-то момент. И большинство подавляющее дел не заслушивается до конца. Поэтому, что произойдет с данным делом, прогнозировать просто невозможно. Помимо обвинительного заключения против Киршенбаум, прокуратура подала в суд также требование о конфискации ее имущества на сумму примерно в полтора миллиона долларов. Известно, что против бывшего министра туризма Месежникова обвинения пока не выдвинуты. В прессу просочилась информация, что он ведет переговоры с прокуратурой о заключении досудебной сделки. То есть готов признать часть вины в обмен на смягчение наказания. Киршенбаум же напротив. Все обвинения отрицает и готова отстаивать свою точку зрения в суде. Сергей Услендер. Подробности. Телеканал Интер. Израиль.